Сделали самый большой мэппинг в мире, который попал в книгу рекордов Гиннесса. У нас даже айпады ездили. К тебе подъезжает айпад и начинает с тобой разговаривать. Заказчик поставил задачу, чтобы у нас было бесшовное видео в 16К. Даже у гугла нет таких объективов. Мы пришли к решению, что контент должен управлять человеком. Сегодня у нас в гостях Сергей. Сергей давно занимается видеопродакшеном, но сейчас он ушел больше в новую нишу, как дополненная реальность, 3D мэппинг. Не знаю, может быть, можешь в паре слов дополнить. Да, видеопродакшеном мы занимались. Раньше мы специализирулись только на контенте. Делали графику для рекламы, для каких-то телесериалов, для кино. Потом мы из этого очень узко вышли. Мы захотели именно каких-то инноваций. И заняться ли нам дополненной реальностью. Как раз тогда все эти фокусники Копперфильды появились. Мы все дело насмотрелись в младенчестве. Постепенно-постепенно с ростом технологий мы как губка в себя впитывали. То есть у нас есть свое программное обеспечение. То есть мы на Unity, на Unreal пишем программы. У нас есть технологии дополненной реальности. Также мы ушли... У нас было такое веяние, это 3D мэппинг. То есть в 2011 году мы там объединились с моими друзьями. И были у истоков фестиваля света. Который каждый год продолжается. И в 2015 году мы даже в книгу рекордов Гиннеса попали, когда делали большой контент. Мы всегда беремся за проекты, которые на первый взгляд считаются очень трудными. Проект, который сейчас у нас идет, то заказчик поставил задачу, чтобы у нас было бесшовное видео в 16К. И чтобы все было в реальном времени. То есть вы вшиваете видео в интерьер. Да. То есть это такие, получается, медийные декорации, где гость может погрузиться в какой-то мир, где он не был. То есть это не VR, это реальное помещение, где ставятся светодиодные экраны. Вот как раз такие от наших друзей, компания 101 свет. Мы пошли через камеры GoPro. Все знают, что они с широким углом. И когда мы собрали RIC, у нас получилось всего 8К. И мы начали штрудировать, рыть интернет. Поняли, что мы уперлись просто в железо. То есть нам железо не позволяет снять такое большое разрешение. Наткнулись на вашу компанию. И были приятно удивлены, что вы так оперативно смогли нам откликнуться. И, по сути, этот проект, благодаря вам, у нас он и получился. 8 GoPro взяли и ставили их вертикально для того, чтобы контент по вертикали был 2880, а по горизонтали был 16К. Стандартными средствами мы не смогли. И вот как раз вы нам предложили объективы 8-миллиметровые, которые нам как раз и позволили в каждую створку ставить. То есть у нас получилась створка, камера, створка, камера. То есть у вас получилось 8 камер, и какой угол они захватывают? 180 градусов. Ну, там, если быть точным, то 174. До этого мы практиковали, когда на оригинальных объективах. То есть у нас получалось это все делать... Ну, как бы мы ставили камеры горизонтально и снимали 360. Для того, чтобы просто нарастить. Соответственно, картинка ломалась, то есть она была такая полукруглая. Ну, из-за фиша приходилось ломать, из-за того, что слишком угол широкий. Даже если камеру переводить в режим 2.7К, в режим инеру, чтобы у него абсолютно... То есть он прикрывает матрицу, но при этом выправляет картинку. У нас все равно получалось максимум 10К. Соответственно, тянуть картинку с 10К до 16К, ну, это бессмысленно, потому что она поплывет и станет мутной. Чуть-чуть позже мы опубликуем видео. Сейчас Сергей собирается ехать в Дубай, делать как раз панорамную съемку на эту систему камер в аквариуме, да, или под водой. И подписывайтесь на канал, если видео уже вышло, то вот здесь вот ссылочка появится. Мы делали дополненную реальность для двух компаний, Ростелеком и Транстелеком. Там суть была в том, чтобы на выставке, то есть был стенд медийный, тоже стояла светодиодка, и зритель должен был подойти и смотреть на светодиодку, как в зеркало. И к нему должны были выйти персонажи. Ну, персонажи, ну, какие-то медийные, там Стас Михайлов, там, не знаю, Михаил Шафутинский, там, Миша Голустян. Вот, понятно, что всех этих актеров ты не сможешь притащить на одну площадку. Вот, поэтому мы делали это контентом, вот, тоже подстраивали под цвет, под тени, и, по сути, ну, ты когда выходишь, и к тебе выходит настоящий Миша Голустян. Ты с ним можешь фотографироваться, там, что-то приобнять. Вот, и... Ну, это ты как бы в экране видишь, да? В экране, да. То есть, на самом деле, нету, да, а на экране-то есть. Соответственно, мы делали такую доп.услугу для гостей, которые пользовались этим контентом, что ты можешь на память забрать видео, как ты там с Мишей Голустяном обнимался и что-то делал. Наш любимый заказчик предложил сделать танцы. То есть, не просто позирование, там, выше попозировал, что-то в эту позу встал, а сделать танцы. Гости, которые участвовали, они прям, вот, только танцы им подавай. Я вспомнил, что вы в Сочи делали, где у вас зарядку люди делали вместе с животными. Там была площадка огромная, это был морской порт, вот, в самом Сочи. У нас, получается, мы строились левее от центральной сцены и экрана, где, ну, транслировалась сама Олимпиада. Вот, мы анимировали олимпийских героев, Мишку, Зайку и Тигру. Пришла идея сделать зарядку, вот, зарядка, длительность зарядки была 14 минут, вот, ну, и думали, ну, как бы, что, зарядка, да зарядка, кому она понравится. На самом деле, вот, она всем, как бы, и понравилась. То есть, люди реально собирались, там, в 10 утра, вот, делали зарядку с этими зверями, потому что фишка дополненной реальности именно в том, что контент управляет человеком. То есть, если его, допустим, сравнивать с Xbox, эта система, ну, как бы, она надежнее, потому что контент уже готовый, и он не может дать сбой. Если Kinect ловит соседних каких-то людей, вот, мы тоже тестили, и все это не пошло. То есть, там, звери эти разваливались, то мы пришли к решению, то, что контент должен управлять человеком. Соответственно, ты смотришь на экран, тебе задаются действия, и ты их просто повторяешь. Мы всегда подстраиваемся под, ну, под локацию, где будет стоять экран, вот, потому что везде разный свет, вот, везде, ну, разный граунд, вот, если в торговом центре, то там, как правило, это плитка, которая отражает, соответственно, контент подстраивается, ну, то есть, под реалий, дорисовываются тени, дорисовываются отражения, чтобы, ну, как бы, человек, который участвует в этом совершении, да, чтобы он точно понимал, что тот же зверь, он так же отражается, и, ну, там, если солнышко светит справа, то на контент тоже солнышко светит справа. И в Сочи, получается, так как это была история и дневная, и ночная, у нас было там четыре вида контента, потому что, ну, как бы, день, ночь, и если на случай дождя, потому что когда на асфальт идет, ну, асфальт становится мокрым, он тоже флексить начинает, вот, поэтому, ну, операторы как раз включали, в зависимости от погодных условий, тот или иной контент. Вы же не только со светодиодами работаете, вы делаете мэппинг на здания, на интерьеры. Да, это тоже есть, причем у нас было два случая такие, которые мне очень сильно запомнились, это были, ну, довольно-таки сложные проекты. Один из них мы делали в 15-м году на фестивале света. Мы как-то старались, ну, то есть мы были у истоков этого проекта, то есть когда он стартовал в 2011 году, как раз вот эти все компании по мэппингу, они там и заявляли о себе, и вот мы тоже там появились. В 15-м году, ну, было заявлено о том, что Россия может всех удивить, вот, и сделали самый большой мэппинг в мире, который попал в книгу рекордов Гиннесса, это был контент на здание Минобороны, вот, там стояло больше, более 280 проекторов, панасоники ставили, вот, очень много было подрядных организаций и контент там как раз был 14к, вот, я... Там чистая графика была? Чистая графика, да, то есть там съемок ничего не было, там было все рисовано, вот, ну, как бы все рисовалось и как раз вот на этом проекте я столкнулся с таким большим контентом, вот, очень много было ресурсов задействовано, мы арендовывали в Германии, ну, большую рендер-ферму, вот, потому что, ну, чтобы переварить такой контент, мы его считали, у нас было порядка 250 этих нодов нам выдавалось, вот, мы нарисовали совместно с компанией Радуга общий такой четырехминутный ролик, вот, он как раз и открывал этот фестиваль, вот, то есть это было главное здание и вот на нем все это и начиналось. Часть проекторов стояла прямо на самом здании, вот, часть стояла на улице и зрители как раз смотрели с парка культуры, как самый большой мэппинг в мире, вот, он попал в книгу рекордов Гиннесса, это, конечно, такая, ну, гордость была, да. Не перебил еще никто? Нет, еще никто, да, то есть он, ну, пока нету ему равных даже, ну, вот, в Европе такого большого не было. Вот для тебя, для самого, вот, как показатель твоей работы, какой проект наиболее драйвит, вот ты бы на первое место? Я думаю, что это все-таки, наверное, Сочи, потому что когда к нам, ну, пришел заказчик и сказал, что, ребят, мы будем анимировать зверей. Мы сначала не восприняли это настолько серьезно, как мы это восприняли, когда сдавали заказчику контент на площадке. Вот этот проект сочинский, когда пришло осознание, что мы стоим у такого события, которое, ну, то есть, в нашем веке, вот, да, в моем, такого уже больше не будет, неизвестно, когда это будет Олимпиада. Вот, и вот даже есть какая-то гордость, что мы какую-то руку туда приложили, и вот когда мы это осознали уже на месте, вот тогда, ну, какой-то появился такой страх, что ответственность пришла, то есть мы это делали на уровне, ну, как, задача есть контент сделать, мы делаем. А тут, когда, ну, то есть, посмотрит весь мир, то есть, это, ну, реально, на весь мир же Олимпиада идет, вот, и мы вот стояли, и мы причем анимировали эти символы, то есть три символа этих персонажей. Вот, и вот это был такой проект, который, ну, мы запомнили, мы его прожили, мы его переболели. Какое будущее вот этого направления, ближайшее или далекое, куда все развивается, к чему идет? Хочется, я, ну, как бы всегда, ну, коллег, партнеров всегда говорю, давайте вот мы что-то такое совместим, вот, что не совмещается. Как вот, допустим, компания Сила Света, они тоже берут разные технологии и пытаются совместить и выдумать что-то новое. Вот, те же, допустим, левитации, которые они делали через технологию 3D-мэппинга, ну, за счет светотеней. Мэппинг – это же, по сути, светотени. Сейчас вот мы, допустим, заключили тоже договор с театром Куклачева. Они туда хотят в свой театр внедрить голографическую технологию, ну, то есть делать уже спектакли именно с графикой. Вот, то есть не так давно вообще в театры вошла технология мэппинга, потому что, ну, реально легче показать сзади картинку, чем каждый раз строить декорации. Скажи, ну, а эти технологии, наверное, успешно используются и на выставках. Делали бы какие-нибудь стенды интересные? После успеха в Сочи, вот, компания Ростелеком предложила нам поработать на ПЭФе в Санкт-Петербурге. Вот, у них был свой стенд. Задача стояла как-то рассказать информационно о компании Ростелеком, но вот немного необычно. Вот, мы туда предложили тоже дополненную реальность, но именно с человеком. Вот, то есть мы, там, получается, был П-образный светодиодный экран, на котором была графика. И ты, когда подходишь к экрану, ну, вроде графика-то графика, там крутится какой-то, да, вижен. Вот, и тут в какой-то момент включается экран, и ты, как бы, себя тоже видишь, как в зеркале. Вот, и стоял сенсорный датчик, который понимал, что подходит человек, вот, соответственно, запускал автоматический контент. Вот, и там выходил абсолютно натуральный такой же человек, вот, и рассказывал о компании Ростелеком. И нам, когда вся эта выставка закончилась, нам дали гран-при как лучший стенд. Вот, за счет того, что были инновационные технологии, у нас даже айпады ездили, вот, ездили такие на роликах айпады, то есть ты сидишь, там, кушаешь, разговариваешь, к тебе подъезжает айпад, и начинается с тобой разговаривать. Вот, ну, соответственно... Потом не убежишь еще от него, да? Да, да, да. Соответственно, с другой стороны, получается, там, сидит человек, который управляет и айпадом, и через камеру тебя видит, вот, и начинает тебе вопросы, там, какие-то... Ну, то есть не так, что, вот, как сейчас, допустим, да, идешь в аэропорту, к тебе подходит девочка, говорит, ну, давайте мы с вами, там, анкету заполним. А к тебе подъезжал айпад, он задал вопрос, и ты ему отвечал, айпад это тут же фиксировал. Вот. Ну, это был живой человек, он... Да, да, живая, да, живая говорящая голова. Вот. И, соответственно, ну, шло распознавание речи, записывались ответы, и так подводилась статистика, как... Ну, как отработал менеджер этот, да? Вот. И ты, как бы, сидишь, попиваешь коктейльчик, разговариваешь с говорящей головой, которая к тебе подъехала. Вот. Потом, когда все это заканчивалось, она уезжала и ехала в другое место. Вот. Каждые такие серьезные вещи, они... На них очень много подготовки уходит. То есть, как в кино, да, можно год готовиться, потом за месяц все снять. Здесь то же самое. То есть сначала нужно придумать, проработать, вот, понять, как это реализовать. Вот, опять же, да, вот с вашими объективами. Мы полтора месяца искали, как это можно реализовать. И чисто случайно, вот, когда были в Сочи и снимали дендрариум, то есть у нас, ну, как бы, перекос был по веткам, у нас все было кривое, косое, все эти. Вот. Мы искали и как раз вот нашли в интернете сайт ваш. Вот. Но единственное, что там у вас была информация, что у вас 444 были объективы. Вот. Ну и, помнишь, мы с тобой очень долго разговаривали. Я просил вас, давайте сделаем восьмерки. Они прям нам вообще необходимы. И как раз вот это вот 10 объективов, которые чисто случайно вы тестово выпустили, вот они сейчас нам очень сильно спасли. Мы ведем постоянно разработки каких-то объективов. И если, в принципе, кому-то нужны объективы, которых нет у нас на витрине, пишите. Возможно, у нас уже есть тестовые образцы, которые мы с вами попробуем обкатать. Но здесь получается даже такая гордость, что мы в Москве, по сути, будем монополистами. Мы будем монополистами, что у нас единственные будут такие узкие объективы на GoPro. Потому что даже, блин, даже у Google нет таких объективов. Они это сделали программным методом, то есть они там перекрывали. Но они из ширика все равно режут. Да, они из ширика берут, то есть 150 градусов, они тоже ставят их вертикально. У них 36 камер. И они, получается, забирают, ну, то есть у них бленд идет одна треть картинки с каждой стороны. То есть они берут только центр. И их рик, получается, снимает только с метра. То есть ближе не может. У вас, получается, то есть вы трапециевидно все это дело выровняли. И мы, по сути, даже не используем сторонние программы вчера. Вот мы полночи тестили это все, то, что наснимали, когда все поставили. И не используем сторонние программы. Они просто рядышком все ставятся. Вот. Поэтому очень круто, что мы рискнули, вы рискнули. Вот. И на тестовых объективах, которые вот так получились, благодаря им, я думаю, что у нас проект получится. Поэтому вам прям респект. Напомню, вот здесь видео, ссылка на видео появится, когда оно опубликуется. Ну да, мы надеемся. Все, спасибо, Сереж. Кстати, если у кого-то появилось желание связаться с Сергеем, может быть, хочет заказать какой-то проект, или пообщаться, предложить сотрудничество, под этим видео мы оставим номер или ссылку на сайт. Ну да. Вот. И пишите свои вопросы в комментарии, если появились. Если их будет много, они будут интересны. Возможно, мы еще какое-то видео запишем и продолжим эту историю. Все. Тебе успехов и ждем видео. Да. Спасибо. Всем пока. Пока.